МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"2.00 в Украине". В эфире подробности о главных сегодняшних событиях. Расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Белышева. Смотрите в выпуске. Атака на Дебальцева продолжается. Наши не отступают. Дезинформировал, провоцировал, сливал информацию террористам. Предатель в генштабе. Больше не президент. Рада разжаловала Януковича. -"280. Решение про имя". Шпион в генштабе. Кого и за что сегодня арестовали спецслужбы? Кто из военных сотрудничал с террористами? Подробнее Елена Митясова. Эти кадры сняты вчера. Около полусотни людей в камуфляже пытаются прорваться в здание администрации президента. Если вы можете прийти к президенту, то придется гонку. А уже сегодня в СБУ сообщили. Организаторы штурма задержаны. Затриманный нами громадянин Украины, подполковник одного из керевных подразделей Генерального штаба Збройных сил Украины. Его прізвище Чорнобай. Вместе с подполковником арестован и его подельник, террорист Мелешко из ДНР. Оба занимались подрывной деятельностью, сотрудничали с боевиками, передавали координаты месторасположения украинских войск и другую секретную информацию. Цей подполковник Генерального штаба передавал по секторам целенаведения, координаты и места растошивания самых территориальных батальйонов для нанесения артиллерийских ударов. А вот кто готовил терракт в столице, спецслужбам придется еще разбираться. Сегодня под Киевом контрразведка взяла груз. 10 гранатометов, патроны и взрывчатку. Направлялся для того, чтобы с шляхом инспирования, можливых провокаций завтра, поскольку Верховная Рада планует, я думаю, вызнать террористическими организациями и ДНР, и ЛНР использовать, спровоковать, организовать диверсию. Подробности о задержании ведомств пока не уточняют. Информацию обещают разместить позже на своем сайте. Елена Митясова, Сергей Ведмедь, подробности телеканал Интер. Полдюжины растяжек, несколько упаковок с сепаратистскими газетами Новороссия и ящики с непонятным содержимым. Странную находку обнаружили на окраине Киева. Все это было в заброшенном помещении в Боковнянской лесопосадке. Сигнал о том, что в здании есть подозрительные предметы, поступил в СБУ от анонимного источника. Сейчас на месте работают милиционеры и взрывотехники. Скорее всего, в дальнейшем этим делом будут заниматься сотрудники службы безопасности Украины. Закон иллюстрации, который забраковала венецианская комиссия, создает проблемы. Под его действия попали в том числе и кадровые военные, которые сейчас как никогда нужны стране. На востоке, в зоне АТО. Комитет по надбезопасности сегодня решал судьбу еще нескольких офицеров, которых Минобороны просит вернуть на службу. В итоге ничего не решили. Вопрос отложили на неделю. Что же касается самого закона, вот что говорят о нем нардепы и военные. Дальше закон про иллюстрацию, который я был организатором его принятия и співглава редакционной коллеги, принимал всем не совсем, скажем так, выважено. Там накопилось много проблем, и в питании даже не венецианской комиссии. Мы принимаем закон, и потом же это вносит свои коррективы. Тех генералов, которые сейчас подали, чтобы вернуть обратно, мы под лупу посмотрим. Вот я думаю, они дальше будут нести службу. У всех должно быть в одинаковых условиях. Та иллюстрация, которая проводилась в отношении военнослужащих, не выдержала никакой критики. Прекрасные профессионалы, честные офицеры и генералы были лишены права служить своей родине. Это несправедливо. И я очень рад, что это прекращено. Мне кажется, что здесь есть прогресс, и в ближайшее время честные офицеры и честные генералы вернутся в Министерство обороны, в войска и усиливать обороноспособность нашей страны. Враховывая тот факт, что сегодня силы антитеррористической операции выполняют задания в рамках АТО на сходе Украины, и ситуация остается крайне напряженной. Вести мову про иллюстрации, про какие-то питания, связанные с политическим тиском или связыванием певных обстоятельств, не есть даречным. Украинские военные должны в первую очередь заниматься тем, чем они должны заниматься. То есть, защитить нашу землю. Самой горячей точкой в зоне боевых действий остается Дебальцево. Но, несмотря на слухи, которые распространяют террористы, никакого окружения города сейчас нет. В этом лично убедилась наша корреспондент Ирина Баглай. Она сейчас с нами на связи. Ира, здравствуй, расскажи, что ты видела. Да, Наташ, мы сегодня проехали до крайней позиции украинской армии по дебальцевскому направлению. Это форт-пост, сила АТО перед Пащевкой, далее Красный Луч, оккупированный боевиками. Сюда действительно из-за постоянных обстрелов уже неделю, как не доезжали гражданские лица. Нам повезло, повезло убедиться, что военные под натиском террористов не отступили ни на шаг. Ну, ничего не получается. Еще раз говорю, мы держим все свое. Ничего не отдаем. Все держим. Мы смотрим здесь российское телевидение. То есть, так как они показывают по Live News, здесь уже мы находимся в кольце. Вот. Хотя такого нет. Вот к нам только что приезжал наш командователь. Нормально проехали и привезли нам продукты, топлива. Позиция вся в осколках снарядов и мин. Блокпост под шквальным огнем артиллерии. Подходят и танки. Правда, один такой российский, Т-72, заблудился в тумане и выехал прямо на позицию. Украинским военным повезло. Заклинило башню танка. И за это время они успели подбить машину. И взяли в плен экипаж. Еще одна опасность это снайперы. Их несколько обстреливает позицию сил АТО с разных сторон и постоянно. Особенно тяжелая ситуация на фланговых блокпостах. Мы как раз слышали, как идут бои со стрелковым оружием в районе Чернухина и Никишина. И мы получили подтверждение от бойцов в районе населенного пункта Редкодуб. Наши бойцы попали в окружение, но они отбивают атаки. Боевики подходят и диверсионно-разведывательными группами. Ночью они провоцируют на себя огонь и действуют как корректировщики. Вот вчера после такого ближнего боя одну из позиций сил АТО боевики накрыли огнем из установок залпового огня «Град». Обошлось без потерь. Одна из мин упала в этот блокпост. Люди успели скрыться в длина, спрятаться, но не пострадали. Из самого Дебальцева сегодня продолжали выезжать мирные жители, желающих покинуть город больше, чем мест в транспорте. Да, и не все водители рискуют ехать сюда. Негде ночевать. Свету два месяца нету, воды нету, хлеба нету. Хорошо, что сухари есть. Есть кто хочет сухари замочить. И вот иду на бомбу бежать. Ежедневно зоны АТО мы вывозим как из оккупированных территорий, так и из свободных территорий около 200 человек в день. Мы держим 2-3-4 дня, а потом дальше помогаем людям выехать по всей Украине. Еще раз повторюсь, транспорта для эвакуации не хватает. Наташа. Спасибо, Ира. Ирина Баглая о боях за Дебальцева. И снова раненые, погибшие, новые разрушения и постоянные обстрелы. Донецк и Луганск. Что говорят жители оккупированных городов? Давайте послушаем. Донецк и Луганск. Которые так и не были сданы, но готовы к приему. Их строили для себя олигархи. Люди возмущаются и просятся туда, чтобы их заселили. Не готовы спать на полу. Идет прослушка мобильных телефонов. Признаки такой прослушки, такое кликанье, своеобразное щелканье в трубках. Эхо раздается постоянно. Или усиленный голос, или двойной голос. Это, конечно, напрягает. Неприятно, когда лежат настолько уж твою личную жизнь. Сегодня в Луганске очень сильно были слышны залповыстрелы. В районе поселка Юбилейный. На днях руководство Луганск-Тепловоза давало команду всем работникам призывного возраста, то есть где-то до 50 лет, принести военные билеты, якобы для свирки, и передачи данных в военкомат или в комендатуру ЛНР. В коллективе завода есть определенное напряжение, потому что в любой момент за ними могут прийти и мобилизовать их в армию ЛНР, поставить под ружье. ЛНР, говорят, что перестали платить зарплату. То есть обещали на днях выплатить, а сегодня сказали, что в ближайшее время не будут платить тем подразделениям милиции, которых мобилизовали на фронт. Ситуация такая, что нет средств уехать и некуда. Мы просто сидим в ожидании того, когда это все закончится. Очень страшно, но ничего поделать не можем. И с нами на связи Эльвина Фитбулаева, она находится в Мариуполе. Эля, здравствуй, где ты была сегодня? Какие новости? Да, Наташа, в окрестностях Мариуполя неспокойно. Боевики пять раз атаковали наши позиции в районе села Павлополь. Один боец ранен. И сегодня мы еще побывали в Маринке. Это примерно в 30 километрах от Донецка. Это передавая и через несколько сотен метров. Территория временно оккупирована террористами. Наискосок по прямой 250 метров до ближайшего их поста. Они прямо с поста стреляют по нам. Не выходя, вот вышли из Блиндажа, стрельнули и зашли назад. Местные жители говорят, что есть результаты. Есть результаты и трехсотые с их стороны, и двухсотые с их стороны. Вот этот ранок начинается у нас с туров. Вот это запчасти, с тур. У нас разлетело их пять штук. Сегодня две мухи. Там санка по нам бахнула один разок. Ну и минометом нам побыло крышу. И вот в нескольких километрах от Маринки шахта Трудовская, именно там укрепление боевиков, артовстрел устраивают по 5-6 раз в день. Применяют тяжелое вооружение, это грады, минометы, ураганы. Используют и танки. Гайцентр постоянно обстреливают террористы. В Маринке большинство домов пострадали от взрывов. Улицы города пустые, люди массово выехали. А те, кто остался во время обстрелов, прячутся в подвалах, школы и детские сады, не работают уже полгода. Он с июляк начал и нас дома отелся по сегодняшней дыль. Нас бьют и бьют. И ты в одной стороне, мы в другой стороне. Я же говорю, тоже давление, сын тоже. Ну а инсультом, как мы получили их в шахте. Он тоже бедный, еленое продувает. Я жалю, живем, как собак. У меня отручка, она в школу не хочет. Дистанционно она учится в школе. Даю задания домашние по телефону, по телефону сделаю, по телефону позвонили. С полгода закончили. Сейчас вообще в школу не раз не пошли. Российские наемники пытаются прорваться из Донецка в Мариупольское направление, но украинские военные контролируют не только трассу, но и проселочные дороги. Наталья. Спасибо, Эля. Ильина Сидбулаева о сегодняшней ситуации в Мариупольском направлении. Госсекретарь США завтра приедет в Украину. Он будет говорить о реформах и возможностях урегулирования конфликта на востоке страны. Джон Керри встретится с президентом Порошенко и сделает совместное заявление. Также в планах разговор с премьером, главой МИДа и парламентариями. Это уже не первый визит Керри в Украину. Он приезжал почти год назад обсудить ситуацию в Крыму. Ранее была информация, что именно на начало февраля планируется визит главы Госдепа в Москву, но позднее ее проверили. И вот что думает американский политолог о визите Джона Керри в Украину и о возможных поставках американского вооружения. Господин Керри, очевидно, будет озвучивать позицию Белого дома, позицию президента Обамы, что он не хочет эскалации войны и поэтому Америка ограничивает поставки вооружения. То есть какие-то, может быть, нелетальные системы сейчас проходят, но я присутствовал на совещании, где поставленный чиновник Белого дома озвучил их позицию и сказал, что они всячески стараются избежать расширения войны и поэтому они не будут поставлять большой объем летальных вооружений. Это жестко заявленная позиция, которая ухудшает стратегическую ситуацию для Украины с точки зрения Киева. Понятно. Поэтому Киеву придется рассчитывать в основном только на себя. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Ситуация в Украине ухудшается, так считает Папа Римский Франциск. Сегодня понтифик молился за украинцев и призвал с фороны продолжать диалог. На этом настаивает и Ангела Меркель. Канцлер Германии также отметила, что кризис обостряется, а дипломатические усилия пока не приносят необходимых результатов. Впрочем, надежда на переговорный процесс сохраняется. Министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер считает, что нет ни одной причины отказываться от мирных соглашений, подписанных в Минске. О мирном плане говорили сегодня и в комитетах украинского парламента. Что подразумевает версия оппозиции? Послушайте. Мирный план оппозиции очень прост. В первую очередь, это обеспечить жизнедеятельность регионов, дать людям то, что они должны получить. Это пенсии, социальные выплаты. Дать им возможность при необходимости покидать зону проведения военных действий. То есть защитить людей социально и физически. Второе, это начать честные, прямые переговоры со всеми сторонами, которые могут повлиять на быстрейшее достижение мира. Мирные инициативы оппозиции, одиозные медийные законы и лишение Януковича звания президента. Все это обсуждали в Верховной Раде. Что приняли и что провалили, знает Екатерина Лысенко. После вчерашнего провального голосования за дополнительные полномочия над Советом по вопросам телерадиоумещания, сегодня зал снова говорит о СМИ. За трибуны депутаты уговаривают принять другой закон. Завтра мы голосуем за проект 1768 об исключении российских собственников из украинских СМИ. Мы будем называть предателем каждого, кто не поддерживает этот законопроект. Национальная Рада с вопросом телевидения радиомоления темчасово заборонила 15 российских каналов. Теперь зайдите в каждый магазин, и там продается набор НТВ+, где все эти каналы есть. Это же РНБО. Друзья, не заявок нужно делать, а каждый день бороться за украинский информационный простран. Только бороться нужно с русскими каналами, а не с украинскими, которые критикуют уречу владу. Одинозные законопроекты обсуждают всю неделю. Депутаты говорят, до завтра их нужно как минимум изменить. Я бы не выделял бы окремо властников стран, кроме властников страны-агрессора Российской Федерации. Все другие вопросы должны быть регулированы единым законодательным актом. Тот закон, который вносится, он приведет к тому, что вот тут біля меня будет только три микрофона, и на каждом микрофоне можно смело писать «Яценюк», «Яценюк», «Яценюк». Это закон Народного фронта для того, чтобы Народный фронт разом с премьером и его урядовцами владели полностью всем информационным полем в Украине. Вы просто не знатимете правду. А тем временем в сессионном зале голосуют и без лишних слов создают общую польско-литовско-украинскую воинскую часть. Принятие этого закон не означает, что польские солдаты появляются на сходе нашей страны, на Донбассе. Это более политическое решение. Это такой экспериментальный, майже, будет подраздел, на базе которого будут отработаны вопросы взаимодействия между другими странами, которые, например, входят в НАТО. Голосует Рада и за то, чтобы Януковича лишили звания президента за политико-правовое решение, которое поддерживает большинство. Это вопрос, который должен решить все на зале, сколько на политическом характере. Это вопрос, который сразу нужно решить и переградить эту страницу. 281 решение принято. Сумел Вал принять и другое постановление. Рада признала право Гаакского трибунала расследовать военные преступления в Украине. Сегодня открытый шлях до притягивания международной криминальной ответственности в Гаакском суде. Всех, кто организовывает и действует военную агрессию и террор против Украины. Теперь только от Украины зависит, насколько быстро она взберет доказы. Закат рабочего дня парламент перешел к предложениям оппозиции и их мирному плану. Мы призываем признать, что военными действиями ситуацию не урегулировать. Что нужно сегодня приложить усилия всех сторон, чтобы вернуть мир в нашу страну. Решение комитета – отхилить этот проект постанови, оскільки незрозумимым есть прямованность заявок на кого, також есть соперечливые деякие пункты. Дякую, шаново, рекомендую. Мирные инициативы, дипломатичное вырегулирование конфликта, которые, в основном, предлагают все известные политики и внутри страны, и изнутри страны, на жаль, стало так, что партия войны сегодня настояла на своем, но ничего не значит, мы будем продолжать методично пропоновать мирный шлях развязания конфликтов. На том и разошлись. Сегодня в зале депутаты работали полдня, остальное время в комитетах писали законопроекты, в том числе и на завтра. А завтра, среди прочего, их ждет голосование за лишение депутатской неприкосновенности. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Евгений Каминский, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. И сегодня комитет по свободе слова повторно поддержал законопроект Народного фронта 1768. За документ, списанный с российского законодательства, проголосовали пятеро из восьми присутствующих членов комитета. Только сегодня депутаты рассмотрели альтернативный законопроект депутата Каплина, хотя по регламенту должны были сделать это еще вчера. Я предлагаю обратить себе задумку, за правило, чтобы делать лучше, меньше, но лучше. И чтобы не бегать с этим революционным запалом поперед паровозного дима, и потом не створювать таких ситуаций, когда мы альтернативный законопроект рассматриваем на наступного дня, после того, как мы... Это не доречное абсолютно тут зауважение, потому что альтернативный законопроект был зареєстрован с порушением секретаря, потому что термин реестрации был вычерпан. Это не правда, потому что он был зареєстрованный в рабочий день, по-перше. А по-друге, термин рахуется не от дня реестрации, а от дня подачи народным депутатам. Кроме того, в комитет по свободе слова должен поступить и совместный законопроект нардепа Борислава Березы и Министерство информации. Я сторонник того вопроса, чтобы цензура отошла несколько в сторону. Поэтому мы использовали профессионалов из этой святы, из медийной, мы использовали опыт израильских специалистов, которые последние 50 лет живут в состоянии постоянной войны. Притом мы использовали как специалистов частных каналов, так и государственных. Так что же с цензурой в Израиле? Она есть, официальная, о том, что можно и что нельзя там. Сергей Ауслендер из Тель-Авива. Сразу должен сказать, что цензура в Израиле есть. Совершенно официальная, государственная, но следит она в основном за соблюдением военной тайны. И все это в ведении Министерства обороны. В соответствии с ее требованиями нельзя, например, показывать места падения ракет, потому что это может помочь террористам корректировать огонь. Или есть определенные категории военнослужащих, чьи лица нельзя показывать. Например, летчики или разведчики. Также под ее требования, под запрет на публикацию, могут попасть данные о потерях. Но это не значит, что эти данные скрывают. Просто здесь действует такой принцип. Семья погибшего или раненого военнослужащего должна получить трагическое известие не из прессы, а в первую очередь от специальной армейской службы. В остальном же государство никак не вмешивается в редакционную политику израильских СМИ. Работать особенно приятно, в первую очередь после российских новостей, потому что здесь действительно ощущается такой дух настоящей свободной журналистики. Ты опять понимаешь, чего стоит твоя профессия, что это такое, ради чего ты вообще сюда пошел. И в связи с этим у нас, например, много было нареканий к нам со стороны некоторых жителей Израиля, которые привыкли смотреть российские новости. Они становятся своего рода зависимыми. Они в некоторой степени зомбируются. Совершенно по-другому работают палестинские средства массовой информации. Во время предыдущей войны, например, Хамас ввел очень жесткую цензуру на все сообщения из сектора газа. Иностранных корреспондентов открытым текстом предупредили, что в случае, если их материалы каким-то образом не устроят террористов, то их ждут крупные неприятности вплоть до физической расправы. Исламисты, например, не разрешают снимать пуски своих ракет или демонстрировать кадры с вооруженными боевиками. В то же время охотно позволяют снимать и фотографировать разрушения, вызванные бомбардировками погибших мирных жителей и прочие гуманитарные проблемы. Во время последней операции в руки израильских военных не раз попадали методички Хамас. Открытым текстом написано, что любого погибшего боевика нужно обязательно называть мирным жителем, не указывая его пол и возраст. Почему? Потому что мало кто знает, например, такую статистику. Во время последней войны большинство погибших палестинцев это были мужчины в возрасте от 20 до 50 лет. Но как раз эту статистику боевики запрещали публиковать. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Что такое свобода слова по-европейски? Кто имеет право влиять на редакционную политику? Собственник или конъюнктура рынка? Подробнее София Гордиенко. В идеале во всем цивилизованном мире медиа это бизнес. Именно редактор должен решать кто, о чем и как сегодня вам расскажет. Но это в идеале. На практике все совсем по-другому. О прессе, как и о вкусах во Франции спорят. И здесь ни для кого не секрет, кто и что влияет на средства массовой информации. Юридический арсенал, давление политических сил на медиа или зависимость от финансовых вливаний – вот способы контролировать свободу слова. Все это присутствует во Франции в изобилии. Например, в газете Лефигаро вы практически не найдете критики правых. Знаменитая Лемонт более объективна, но сочувствует левым. Правда, надо отдать должное, если кто из гашистов и проштрафится. Об этом не умолчат. Можно найти и нигилистов. Популярнейший платный канал «Плюс» критикует всех, потому что критику властей люди покупают охотнее. Айсбакет челлендж. Марк Цукерберг это начал. Продолжил Стивен Спилберг. Подхватил Джастин Бибер. Но победитель во всех категориях – француз. Пусть живет республика, пусть живет Франция. Кто бы ни был у власти, над этим человеком всегда посмеиваются. То же самое делали и в Шарли и Бдо. Но никаких обид. Те, над кем тогда измывались карикатуристы, были в первом ряду на марше, посвященном их памяти. Но критика – это не пропаганда. И в старой Европе сталкиваться с целенаправленной ложью в серьезных СМИ почти не приходится. А вот нашим бывшим соседям по соцлагерю – наоборот. Люди, они понимают, что происходит. Им не надо украшенных, я бы сказал бы, информационных сообщений. Петрос Аустревичус, глава Европарламентской группы друзей Украины, говорит, в Литве удалось с помощью суда и специальной комиссии ограничить вещания российских каналов. Но давить на прессу не стоит. Кто бы ни был инвестором. Ведь главное, что говорят. Такие ограничения по инвестициям, даже зная, что они могут приходить из России, страны, которая теперь ведет войну против украинского государства, они всегда создают дополнительные вопросы. И я не являюсь, я бы сказал бы, тем, которые поддерживают такие законопроекты, потому что они могут привести не к тем результатам, которые их ожидают. В Литве ли во Франции закон о свободе прессы один? Заметили ложь или пропаганду – пошли в суд. Остальное – свобода слова. Даже если это слово кому-то и не по душе. С критикой и не самыми приятными высказываниями, возможно, не самыми лучшими кадрами, тоже стоит учиться жить. Иначе есть шанс и самому превратиться в дракона. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Какой информационный фон для переговоров с госсекретарем США в Украине создает голосование одиозного медийного закона? Какими могут быть официальные и неофициальные цели визита Керри в Киев? И что вообще ожидать от этих встреч? Менения политологов. Керри, очевидно, приедет в Киев и столкнется с целым рядом моментов. Радикализация настроений в окружении Яценюка, например, в среде так называемых ястребов. Инициатива этой среды относительно новых диктаторских законов, в том числе в сфере медиа. Думаю, что Керри, скорее всего, критически оценит именно вот эти действия радикалов. Визит Керри, потом визит его в Москву, насправді, связан с вопросом мира и войны на Сходе. Это главное вопрос, ради которого и приедет Керри для того, чтобы все сценарии, возможно, так обоговорить. А если говорить про законопроект стосовно иноземных капиталей в засобах массовой информации, я думаю, что это вопрос, насправді, достаточно чутливое. До него треба, ну, отнестись, я бы так сказал, с пересорогою и обоговорить все возможные варианты. По сути, в октябре 2014 года Владимир Путин подписал закон, который ограничивает участие иностранного капитала в российских СМИ. 20%, но отмечу трехлетний переходный период. Ну, в этой практике подобное заимствование, ну, нельзя, если ты числишь себя европейцем, зовешь страну в Европу действовать в духе ответых евразийцев. Ну, как бы, нестыковочка получается. Очередной удар по крымским СМИ, теперь по радиостанциям. Шесть местных ФМ-станций могут остаться без эфира. Чего они лишаются и почему, выясняла Юлия Крючкова. Передел на радиорынке, на территории Крыма и Севастополя уже назначен конкурс на получение радиочастот. Час Че, 10 утра, 25 февраля. Роскомнадзор выставляет на конкурс 19 пулов радиочастот и ряд отдельных частот в городах Симферополь и Севастополь. А ведь еще осенью радищикам обещали, за ними сохранят право на частоту, указанную в украинской лицензии. Вот что говорили. СМИ боятся о том, что они могут потерять частот. Но это абсолютно надуманная история. Очевидно, что если сейчас СМИ вещает, частота свободна, и вопросов электромагнитной совместимости не возникает, то это чисто техническая процедура. Поэтому для сотрудников радио информация о конкурсе, появившейся на сайте Роскомнадзора, стала настоящим шоком. Потерять свои частоты, а как следствие аудиторию, да и вообще право выходить в эфир, могут шесть радиостанций. Слушатели тоже огорчены тем, что из эфира могут исчезнуть знакомые голоса. Я знаю, что лишают лицензии многие радиостанции. Очень обидно, конечно. Пропадает правдивая информация. Хорошая музыка. Позитив. Как бы уже привыкли. Будет неприятно, если не будем слушать свои три радиостанции. В компаниях, которые до сих пор не получили российскую регистрацию, уже не успевают это сделать до 25 февраля. А значит, не смогут участвовать в конкурсе. Ситуацию на радиостанциях не комментируют. Пока пытаются договориться. Обратились к российским властям с просьбой отменить конкурс. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский. Подробности. Телеканал Интер. Министр информации нашел виновных в том, что украинские каналы не работают в зоне боевых действий. Это руководители концерна РРТ. На своей странице Facebook Юрий Степс написал, они саботируют возобновление вещаний украинских каналов и способствуют работе российских, а также медиа так называемых ДНР и ЛНР. На заседании Кабмина сегодня решили отстранить от должности гендиректора концерна. Им займется правительственная комиссия и правоохранительные органы. Подробности не раз рассказывали, что сотрудники концерна неоднократно требовали уволить руководителей РРТ, как вставленников бывшего замглавы СНБО Севковича и нынешнего нардепа от Народного фронта Книжицкого. Российский оппозиционер Петр Любченков бежал в Украину, а теперь Украина выдворяет его обратно, прямо в руки ФСБ. Есть ли у россиянина шансы спастись, выяснял Андрей Анастасов. В России фамилия Петра Любченкова получила известность летом прошлого года. Житель Краснодарского края, психолог по профессии, раньше попадал под пристальное внимание ФСБ за поддержку Украины и оппозиционные высказывания в соцсетях. А затем и вовсе был замечен в подготовке так называемого марша за федерализацию Кубани. Напомню, в августе такие марши прошли в ряде регионов России. Сепаратистских высказываний тогда не было. Скорее, Владимиру Путину напомнили, что Россия федеративное, а не тоталитарное государство. Но в Кремле намек не поняли. Соратников Петра задержали. Сам Любченков успел бежать в Украину. Мы открыли страшную государственную тайну по поводу того, что в Российской Федерации нет федерации. В России Петра Любченкова включили в официальный список экстремистов и террористов. Ему грозит арест. Сам он сейчас в Одессе устроился работать в самооборону Майдана. Параллельно пытался получить у миграционной службы статус беженца. И вот пришел ответ. Нет оснований для предоставления такого статуса. Должен покинуть Украину. Это решение россиянин сегодня обжаловал в окружном административном суде. Поддержать его пришли несколько десятков активистов. Если мы видим, что человек действительно очень хороший парень, нормальный, здравомыслящий, хочет жить в Украине, остаться, ну в конце концов, хочет избежать тюрьмы, ни за что, на наш взгляд. Почему бы не прийти его поддержать? Заседание суда в итоге перенесли. Адвокат Любченкова должен сначала ознакомиться с аргументацией миграционной службы. В самой службе от комментариев отказались. Тем временем другие политические беженцы из России говорят, в российских социальных сетях уже вовсю ждут выдворения Петра из Украины. Внимание органов ФСБ и прокуратуры. Бандеровец-нацист. Это на всех пабликах и на всех сайтах идет. Рассмотрение дела продолжится послезавтра. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Ростов-на-Дону передает Москве лавры площадки для выступления беглых украинских политиков. Сегодня там давал пресс-конференцию Николай Азаров. Подробнее Данил Русаков. Пресс-конференцию Миколы Яныча в Москве уже в шутку называют празднованием годовщины отставки. Экспремьер, искусно владеющий украинским языком, общаясь с киевскими журналистами, государственный язык почему-то использовать не стал. Никаких подробностей о том, как устроился в белокаменной и в каких банках хранит счета, тоже нет. Почему после непродолжительного пребывания в Австрии покинул Европу, опять ни слова. Многим показалось, что позиция беглого чиновника, эдакий пересказ презрелизов российского МИДа, правда без ссылки на оригинал. Я вижу Украину федеральной страной, страной, в которой максимально учитываются особенности, менталитет, обычаи, культура того населения, которое проживает в разных регионах Украины. Природу затяжных пауз своей речи Азаров тоже не объяснил, зато поспешил презентовать собственную книгу. Украина на распуте, в ней тяжкие размышления о будущем покинутой отчизны. Издается и печатается этот продукт, правда, в Москве, то есть ориентирован на экспорт. Что касается дел внутренних, Азарову до сих пор кажется, будто бы во всем виноват вездесущий госгебт. Он должен был, как Каддафи, погибнуть. И тогда все было бы хорошо. Революция, нормально все, преступный режим. Кому принадлежит Крым, Азаров не ответил. Неудобный вопрос о проблеме аннексированного полуострова Микола Яныч обошел стороной. Вспомнил Луганск, Ивано-Франковск сказал, что это одна страна. В Украину вернуться планируют, цитирую, когда сменится власть. А вот о своих политических амбициях предпочел промолчать. Сказывается, пенсионный возраст. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. И пока Азаров в Москве презентует свою книгу, евродепутаты выступают против незаконного заключения в России Надежды Савченко. Пятрас Ауштрявичус, европарламентарий от Литвы, объявил голодовку. И мы продолжаем. Смотрите далее. Сократить в процессе 40% онкомедицины из института, это безумие. Что жнет онкобольных в Украине? Аллигаторы под пиво. Как накажут гурмана, убившего пять крокодилов ради закуски? Вкус лжи Тириона Ланнистера для поклонников Игры Престолов. Где можно попробовать и сколько это будет стоить? Банк Надра обвиняет государственное ипотечное учреждение в беспрецедентном давлении. Сегодня в очередной раз Высший хозяйственный суд перенес рассмотрение касации банка на иск в 228 миллионов гривен. В ГИО, а им до сих пор руководят неиллюстрированные чиновники времен Беглого Януковича, утверждают, что это неоплаченные финучреждением проценты по кредиту. Хотя еще в 2013 иск отклонил суд. Подобные претензии незаконны и угрожают всей банковской системе страны, как и нереформированная система судов, считают юристы. Это дело является лакмусовой бумагой сегодняшних событий в судебной системе. Это раскачивает и банк, и раскачивает банковскую систему, поскольку банк Надра является одним из системообразующих. Он очень крупный банк, который собрал огромное количество вкладов у населения. Много компаний отслуживается в нем, и это все не пойдет на пользу экономики. Ликвидировать нас комиссию общественной морали. С таким требованием выступили журналисты и медиаэксперты. Говорят, мало того, что орган цензуры, так еще и обходится украинцам в 3-4 миллиона гривен в год. При этом комиссия дублирует полномочия других министерств и ведомств. С таким же требованием ликвидировать структуру недавно выступали украинские художники и писатели. После скандалов с запретом книги Олеси Ульяненко и фильма Мирослава Славашпицкого они отправили открытое письмо в Кабмин. Но сотрудники комиссии убеждены, их оценка чрезвычайно важна. Комиссия должна быть определенный материал, и тогда комиссия это только рассматривает. В ответственность за то, что что-то определенное, это не то человек, который создает тот контент. Почему тогда комиссия нужна? Для того, чтобы сказать коллегиально, что это может зашкодить моральности общества. За весь час своего существования, это уже больше 10 лет, мы с вами не будем и не можем, и нет никаких подтверждений, потому что мы собираемся какие-то позитивные взрывы в этой сфере. И единственное, что мы собираемся, это то, что от 50 до 90 миллионов гривен государственных уже вытрачено на существование этой комиссии. Жилье для беженцев из зоны АТО. Почему в Закарпатской области пустуют новые дома с ремонтом под ключи, что мешает местным властям заселить туда людей? Разбиралась Малина Коваль. Этот микрорайон на окраине села Теребля в народе называют городок для переселенцев, хотя строили его еще в мирное время. Сюда должны были переехать жители Закарпатского села Солотвина, дома которых оказались в опасной зоне карстовых провалов. Восемь многоквартирных двухэтажек, 17 особняков, их строили ударными темпами за бюджетные деньги. В 2013-м городок был уже готов. Но прошло два года, а из Солотвина сюда переехали всего восемь семей. Я боялся за жизнь своих детей, у меня трое маленьких детей. Все разваливается, те ямы, каждый месяц два сближаются. Дети ходят в школу, гуляют. Страшно было детей на улицу выпустить. Дом Григория находился буквально в нескольких десятках метров от этих провалов. Они образовались над соляными шахтами. Подземные воды размывают соляные своды, которые удерживают землю. И ям с каждым годом все больше. Впрочем, такая картинка пугает не всех жителей Солотвина. Многие уезжать не хотят. Говорят, здесь и родственники, и работа. Вот и в семье Ман разногласие. Сын за то, чтобы переехать в Тереблю, родители против. Я не хочу, я уже там приехал. Я в 60-е роки уже там живу. В этой квартире. Я вообще за Солотвина туда приехал. В новом микрорайоне даже есть новая школа и детсад. Дома с ремонтом под ключ. Завести мебель, повесить шторы и можно жить. Переселенцы из зоны АТО удивляются. Почему же городок до сих пор не заселен? Жилье стоит пустое, а у людей жилья нет. Люди по подвалам, под бомбежками, под снарядами. А тут стоит. Тут только домиков 15, по-моему, или 13 пустых. Плюс квартиры. Все пустое. В облгосадминистрации говорят, и рады бы отдать домики беженцам с Востока. Но надо менять целевое назначение жилья. А это могут сделать только в Кабмине. Треба решения Кабминета Министров. Сегодня это город может принять около 600 людей. И будильные руйнуются на наше переконание, что там может кто-то проживать. Местные власти предлагают предоставить переселенцам с Востока дома в Теребле, как временное жилье. А преимущественное право на квадратные метры сохранить за салотвинцами, если они все-таки надумают переехать из зоны экологической катастрофы. Марина Коваль, Юрий Ковалев, телеканал Интер, Закарпатская область. Во Львове сегодня провожают любимого всеми украинцами музыканта Андрея Кузьменко. Прощание с Кузьмой в Преображенском храме продлится до завтрашнего утра. Львов сегодня грустит и прощается со своим кумиром. Поклонники со всей Украины еще днем создали 200-метровый живой коридор. Так встречали погибшего Кузьму на его родной земле. Тысячи людей с цветами даже в эти минуты продолжают идти в Преображенский храм, чтобы помянуть и проститься с легендой украинской музыки. Говорят, навсегда запомнят его светлым и добрым. Светлым, гарным, чистым, таким добрым, любимым, плачев, шкода, любили его очень. Хочется отдать ему последнюю шаму, благодарить ему за все, чтобы земля ему была плохим и вечная ему память. Друзья и коллеги певца до сих пор не могут поверить в случившееся. Ведь Кузьма всегда был очень осторожен за рулем. Я не думаю, что он прям гнал, спешил, потому что он был очень хороший водитель, здравомыслящий, всегда рассчитывал свои силы. Андрей поддерживал наших бойцов, воюющих в зоне АТО, не только словами и песнями. Вот сегодня волонтеры отправили на восток среди прочих машин. Последний подарок от Кузьмы – внедорожник. Всю ночь Преображенский храм будет открыт для желающих проститься с Кузьмой. А завтра после литургии его похоронят на Брюховецком кладбище в семейном склепе. Как в Норвегии будут карать за милостыню нищим смертельное селфи-пилотов Колорадо? И зачем китайский подросток-игроман отрезал себе руку? Об этом и не только в нашем обзоре. Радикальные меры. Китайский подросток отрезал себе руку, чтобы избавиться от игромании. Это произошло в городе Нандгон, провинции Цянцзум. 19-летний парень воспользовался кухонным ножом, после чего отправился в больницу. К счастью, руку врачам удалось пришить. Во Флориде мужчина убил пять аллигаторов, чтобы полакомиться ими во время просмотра финала Суперкубка. В городе Деберри под залог отпущен 30-летний Ричард Никси. Он решил приготовить из хвостов этих животных закуску, но специального разрешения на охоту у него не было. В начале марта гурмана ждет суд. Кровавая мода на селфи. Это пилот легкомоторного самолета Cessna, который погиб в конце мая в штате Колорадо неподалеку от Денвера. Как установило следствие, 29-летний мужчина пытался сфотографировать себя в воздухе. В результате самолет упал. Погиб не только пилот, но и его пассажир. Велогонщик пошел по наклонной. Полиция обвинила Лэнса Армстронга в том, что он сбежал с места аварии. ДТП случилось в декабре в Колорадо. Спортсмен повредил два автомобиля, но вину взяла на себя его спутница. Тем не менее, полиция установила истинного виновника. Армстронгу грозит 90 дней тюрьмы. Хлеба и зрелищ. Посетителей кафе «Мексиканской кухни» в Техасе обслуживают полураздетые девушки. Это лучшая приманка для клиентов, решила владелица заведения. И рекомендовала официанткам надевать кружевное белье, короткие шорты, мини-юбки и купальники. Посетители мужчины в восторге. Милостыню поощряет церковь, но карает закон. В Норвегии подготовили документ, который предусматривает год заключения за помощь нищим деньгами, едой и кровом. Таким образом, в стране решили бороться с попрошайками. Роберт Мугабе пережил падение. Нет, не политическое. 90-летний президент Зимбабве действительно упал с лестницы после обращения к соотечественникам. Инцидент произошел в аэропорту Харары после визита Мугабе в Эфиопию. На помощь к главе государства бросились помощники, и он смог самостоятельно сесть в машину. Ложь Ланнистеров среди самосвеклы. Игра престолов докатилась до ресторанов, что празднуют и что в меню. Расскажет Оксана Кундеренко. Она в Лондоне. Все места раскуплены. Банкет через две недели. Организаторы и гости готовятся к нему со всей серьезностью. Событие непростое. Приурочено к премьере нового сезона Игры престолов. А фанатов Усаги только прибавляется. Многие с радостью готовы отдать круглую сумму за то, чтобы почувствовать себя частью загадочного мира. И попробовать то, чем лаковится герой ковествования. За основу взяли тайное собрание в Королевской гавани. В меню блюда под названием ложь Тириона Ланнистера и провозглашенная невинность надели отварной язык с редисом и свеклой. Это не первый подобный пир по мотивам Игры престолов. В США есть постоянно действующее тематическое кафе средневековой кухни. Я очень долго искал книги со старинными рецептами, чтобы составить полноценное меню. Это настоящее исследование, да, и ингредиенты достать не так легко. Все вроде примитивно, но должно быть свежим, приготовленным на живом огне, без помощи современных кухонных приборов. В Лондоне над этим работает целая команда шеф-поваров. Даже слоган придумали «Все люди должны ужинать». В фильме он звучит как «Все люди должны умирать». Организаторы шутят, что никого во время застолья травить не собираются, в отличие от книги, где многие герои становятся жертвами своего ненасытного аппетита. Оксана Кундеренко, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Вся информация в любой момент доступна для вас на нашем сайте. Подробности.ua. Я прощаюсь с вами. Хорошего вам вечера и до встречи в подробности. Субтитры создавал DimaTorzok